Всем доброго времени суток! Интернет-магазин Antilife.com.ua в очередной раз представляет вам обзор новинки на процессоре MDK6589. Сегодня мы рассмотрим модель под названием UMI X1S. Данная модель поставляется вот в такой вот коробке. Модель создана по аналогии с предыдущей, то есть была модель UMI X1. В данной модели сделали только новый процессор, сделали прошивку 4.2.1. Ну и в принципе все. Дизайн, все осталось то же самое. Экран такой же. Комплектация, кстати, та же. Пленка, зарядка, USB кабель. Давайте рассмотрим наш смартфон внешне. Практически ничего не изменилось. Качелька громкости. Камера, вспышка. Камера отличная. Оригинальные логотипы UMI. Зарядка USB. Сверху у нас кнопы включения. Разъем под наушники 3.5 мм. И снизу только микрофон. Обращаю ваше внимание на то, что данная версия черного цвета, а именно покрытие Soft Touch. В версии UMI X1 немножко другой рисуночек был. Тут вот без рисунка. Смартфон очень тонкий, очень компактный. Модель является идеальной для людей, которые хотят себе новый гаджет с 4-х ядерным процессором, но небольших размеров. Именно поэтому большинство людей обращают внимание свое именно на эту модель. Давайте посмотрим на данный смартфон, на UMI X1S, через программу Antutu. Как и любой другой смартфон, на таком процессоре данная модель набирает 12-13 тысяч баллов. Это, в принципе, стандарт. Ничего особенного в этом нет. По данным Antutu мы видим 1280 на 720 пикселей разрешения экрана, 4 гига встроенной памяти, 1 гигабайт оперативной, 8 реальных 8 мегапикселей камера, 2 мегапикселя фронтальная, 4.2 Android. Давайте посмотрим, какие у нас датчики есть в нашем смартфоне. Из датчиков, конечно же, есть полноценный акселерометр, это переворот изображения, это различные другие функции, есть GPS-навигация, Bluetooth-Wi-Fi, 2 камеры, есть компас. Который, как мы видим, сейчас не совсем корректно работает. Если положить его вот так, то работает более корректно. Так, дальше идем. У нас есть датчики уха. Отлично работает. Датчик освещенности. Датчик освещенности сбит. Сейчас на него никто ничего не светит. А он нам показывает. Идем дальше. Есть также у нас в данной модели датчик гравитации. Для игр будет самое то. По поводу прошивки. Прошивка у нас 4.2 Android. Отличная прошивка. Работает все супер, быстро. Все листается. Есть китайский софт. Вот эта прошивка идет с завода. Когда с завода работает смартфон отлично, мы ничего не доделываем, не допрошиваем. Русификация полноценная. Там, где нужно нам все на русском, все основные настройки. Все это выполнено так, как полагается для Украины. Так, и по поводу экрана. Экран у нас довольно-таки хороший. Но по сравнению с аналогами, экранчик немножко проигрывает. То есть давайте посмотрим картинки. Все довольно-таки красочно, ярко. Углы обзора у нас также отлично. Смартфон отлично воспроизводит видео формата Full HD, которое можно записывать без какой-либо кодировки. То есть запускается все отлично. Сейчас я вам это продемонстрирую. Смартфон хоть и небольшой, но динамик вот этот вот очень хороший и громкий. Хоть смартфон наш небольших размеров, но в Opera, в Mozilla, в любом другом браузере довольно-таки удобно работать. У нас великолепное разрешение для такого экрана 1280 на 720 пикселей. Поэтому изображение у нас супер качество. Ну, нареканий ни у кого никаких не возникнет. Прогружает смартфон быстро. В принципе, для такого процессора 4-ядерного MTK6589 это абсолютно не проблема. Загрузил, прогрузил, отобразил. Идем дальше. YouTube. Все очень любят смотреть видео с YouTube. Посмотрим, насколько хорошо и качественно и быстро работает данная модель. В HD-формате воспроизводится напрямую из интернета. Идем дальше. Смартфон, как я уже неоднократно говорил, работает с 4-ядерным процессором мощнейшим. А поэтому для него не составляет никакого труда играть с любыми современными играми. Даже вот у меня на фоне запущена игра. Простите. Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте я вам продемонстрирую также работу камеры. У нас две отличных камеры, которые отлично фокусируют, отлично снимают. Формат съемки видео, напоминаю, у нас Full HD. И фронтальная камера. Пробежимся по настройкам в камерах. Также видео и фото вы сможете посмотреть при хорошем освещении под нашим видео на ссылках. Продолжение следует... Так, подведем итог. Модель получилась очень интересная. То есть, скажем так, что ничего нового мы здесь не увидели. Все тот же UMI X1 с новым сердцем, с мощнейшим сердцем MTK 6589. Модель идеально подойдет для людей с небольшими ручками, с предпочтением небольших смартфонов. Белый вариант идеально подойдет для девушек, женщин. Именно поэтому данная модель очень популярна сейчас и заслуживает внимания. Спасибо. До свидания.